В нашей стране есть один автомобиль, который опробован 90% населения. Да, все ездили на газелях и не по одному разу. В действительности, то данной конструкции газа уже при жизни надо ставить памятник. На редкость удачная и живучая машина из 100% отечественных материалов сыграл да играет самую важную роль в процессе становления малого предпринимательства и решения проблемы пассажирского и мелкогрузового товаропотока. Достаточно сказать, что более половины населения России и стран СНГ перевозятся на газелях, как и 40% груза. И вот ведь как странно получилось, но в Магнитогорске не было официального представителя Горьковского автомобильного завода до 21 июня года 2012. Сегодня, 21 июня 2012 года, здесь в Магнитогорске открывается новый дилерский центр газ, соответствующий всем требованиям и стандартам Горьковского автомобильного завода. От себя лично и от всего руководства компании группы ГАЗ хочется поздравить коллектив компании УралАвто и вручить директору компании Вячеслав Александровичу Трифилову сертификат дилера ГАЗ, который дает право на реализацию и обслуживание всего спектра автомобильной техники ГАЗ, выпускаемого на заводе. И, кстати, стать-то дилером ГАЗа задача не из простых. Надо полностью соответствовать высочайшему стандарту качества. Да это понятно. ГАЗ обскакал и ВАЗ, и КАМАЗ. И думается, что ГАЗель сегодня можно отнести к символам России. ГАЗ. ГАЗ. И, наверное, сегодня трудно представить магнитогорца. И вот сегодня я уже вижу здесь достаточно опытных перевозчиков, которые используют в своих маршрутках ГАЗели. И сегодня, наверное, магнитогорцы не мыслят без этого. И хоть мы и говорим о том, что постепенно надо переходить на импорт. К сожалению, пока без нашего отечественного производителя в этом направлении мы не обойдемся. И я думаю, вот, наверное, правильно, что УралАвто, власть с Вячеславом Александровичем Трифиловым, переходит и поддерживает эту тему. Автоцентр, построенный компанией УралАвто в полном соответствии с фирменными корпоративными стандартами, будет заниматься реализацией всей продуктовой линейки Горьковского автозавода. Легких коммерческих автомобилей ГАЗель Бизнес и Соболь Бизнес, среднетоннажных грузовых автомобилей Валдай, ГАЗ-3309, Садко, а также специальные техники и запасных частей. Общая площадь центра 2500 квадратных метров. Станция технического обслуживания включает 6 сервисных постов. Центр сертифицирован для продажи и обслуживания всех типов силовых агрегатов, устанавливаемых на технику ГАЗ, в том числе дизельных и газово-бензиновых двигателей. Автоцентр включает в себя демонстрационный зал, отдел запасных частей и аксессуаров, клиентскую зону и зону сервиса, оснащенную современным оборудованием для одновременного обслуживания 10 автомобилей. Персонал центра прошел специализированное обучение и сертификацию в учебном центре ГАЗ в Нижнем Новгороде. Высокий уровень клиентского сервиса обеспечивает программа оценки качества обслуживания, в соответствии с которой осуществляется постоянный мониторинг удовлетворенности посетителей, работы всех служб, оперативное выявление и устранение возможных проблем. Данный автомобиль, с моей точки зрения, в рекламе не нуждается. Это настолько известная марка, настолько уже прижившаяся в России, что наши потребители, наши предприниматели ее хорошо знают. Я бы хотел сказать, что мы постараемся сделать, приложить все усилия для того, чтобы эксплуатация этого автомобиля, автомобиль, в общем-то, промышленный, для предпринимателей, сопровождалась только приятными впечатлениями, чтобы наши предприниматели нашего города занимались именно коммерцией, а не поиском деталей обслуживания автомобиля, и чтобы мы совместно наш бизнес продвигали, развивали. И это радует, что в Магнитогорске открылся новый дилерский центр автомобилей марки ГАЗ. Это уже третий фирменный центр продаж на территории Челябинской области и восьмой центр в Уральском регионе. Расширение с бытовой сети стало результатом роста спроса на автомобили ГАЗ. Вот, к примеру, в 2011 году объем продаж в этом регионе вырос на 60%.